Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке силы обновления, познавшие радость и любовь. В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 24 июля, день Евфимии, назван в честь воспоминания чуда святой великомученицы Евфимии Всехвальной. Чудо произошло от честных ее мощей во время 4-го Вселенского собора святых отцов, и было для них знамением. В день святой памяти ее, в который она пострадала за Христа, каждый год текла из честных мощей ее кровь, как будто только что вытекшая из рам. Кровь была весьма благоуханная, как будто бы смешанная с драгоценным миром, и исцеляла всякие болезни. Само чудо заключалось в следующем. Написали два свитка. Правоверные свой, а зловерные свой. Запечатали своими печатями. Открыли гроб святой и положили оба свитка у нее на груди. Закрыли гроб, приложили царскую печать, приставили стражу и три дня постились и молились. На четвертый день пришел царь и весь собор к честному гробу святой. Сняли царскую печать, открыли гроб и увидели, что свиток правоверных, святая великомученица, держала в правой руке, а свиток зловерных лежал у нее в ногах. Удивительное всего было то, что она протянула руку, как живая, подав царю и патриарху свиток правым исповеданием. Итак, наступило время страды и гроз. Сегодня спешили убрать рожь и собрать сено в копны. Приметы. Если на Эфиме гром прогремел, будет хорошая рыбалка. Чем больше щавеля на грядках, тем теплее будет зима. Ну я действительно следую, стараюсь следовать правильному питанию. Я стараюсь питаться приготовленным на пару и следую, в общем так, относительно раздельному питанию. На пару и раздельному питанию. Сразу же с учетом целебной кулинарии, там оказывается, возможно, малый процент энзимов, ферментов, которые как раз и руководят всеми процессами организма жизненной. То есть на пару. Все-таки какие-то вещества уничтожаются. И еще что там? Ну и стараюсь пить свежевыжатые соки. Свежевыжатые. Но не натощак. Это очень хорошо. Это очень хорошо. А какой ваш любимый там овощ или там? Ну, учитывая, что у Чехова ружье висело на стене, выстрелило. Смотрю, у вас лежит моя любимая морковь. Вообще-то я, вот, мне нравится вообще, во-первых, цвет моркови. Он такой оранжевый, такой жизнерадостный. Вот это хорошо, действительно. Солнечный. Я сама овен, родилась в апреле, поэтому мне нравятся такие. Продукт, в первую очередь, действительно влияет своим цветом. Ну и, соответственно, насколько я знаю, там есть витамин С. Витамин С? В достаточном количестве. Морковь? Да. И говорят, что он способствует тоже улучшению пищеварения, если я не ошибаюсь. Немножечко ошибаетесь. Дело в том, что морковь в основном ценят за то, что здесь много каротина. А, да, вот каротин, правильно. Который превращается в витамин А, а уже витамин А дальше уже делает нашу кожу красивой, там, ногти, слизистые оболочки. И, кстати, он еще защищает, вообще морковка защищает от разного рода онкологии и считается хорошим противоязвенным фактором. Значит, я правильно, интуитивно, как человек творческий, вы сразу почувствовали, какой продукт вам больше всего поможет. И, кстати, если говорить о полезных свойствах моркови, то они объясняются ее богатым составом. Там есть и витамины группы В, правда, маловато, но есть. Витамин ПП, который делает наши сосудики крепкими, чтобы они нормально реагировали. Чтобы не ломались, были эластичны. Витамин С есть, витамин Е есть, витамин К и особенно много каротин. Каротин сначала работает по слизистым оболочкам, там, по коже и так далее, а дальше начинает нас защищать от разного рода онкологии. Поэтому морковочку вы подобрали то, что надо. И, кстати, мы с вами сегодня в нашей кулинарии целебной, знаете, что приготовим? Что? Суп. Из моркови? Да. Ну, будем варить. Честно говоря, знаю, что ее добавляют в супы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!